Доброго времени суток моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток. Я поплавала, сейчас хочу вот здесь лежать, посушиться, вот на этом месте. Ну а мой супруг, он вон там, о, уже встал, идет, вон он идет, мой Аполлон. Как так? Так, сейчас я им, оп, брошу, раз. Сейчас, смотрите, как они все собираются. А, ну, у супруга второй заход, он сейчас уходит в море. Так, водичка изумительная, теплющая. Середина сентября, самое лучшее время. Ну а эти-то ко мне. Давай ко мне, скорее, скорее, скорее. Вон они, смотрите, что они делают, что они вытворяют здесь. Вот, я сейчас хочу рассказать про простейшие виды крема от трещин. У кого с пятками проблема, у кого проблема с руками. Особенно для тех девчат, для тех, кто работает с химией. Особенно для них. Конечно же, нужно свою копилочку, все это записывать. Ну а когда вы сделаете, вот что мне нравится, что Мариночка Хаскина, моя интернет-сестричка, все, что я говорю, она делает. Она мне рассказала, показала, и Фрида абсолютно все подтвердила, что все мои кремы, все мои бальзамчики она делает, она в восторге. Слава Богу, я всегда говорю, слава Богу, всем нужно делиться безвозмездно. Тогда придет любовь, благодать и радость. Берите, делайте. Берем две столовые ложки измельченных цветков календулы. Вы скажете, где их измельчить? Я измельчаю в кофемолке, у меня кофемолка есть, она же и мукомолка. Там специальные насадки, я показывала очень много раз ее в видео, кто хочет, может посмотреть и увидеть, найти. Вот я там перемалываю сухую травку и превращаю ее в пыль, просто как пыль, настолько сухая травка. Потом беру 100 миллилитров, не больше 100 миллилитров растительного масла. Конечно, самое лучшее это оливковое. Три-четыре капли эфирного масла чайного дерева. Три чайные ложечки пчелиного воска. Цветки заливаем маслом и настаиваем в теплом месте. Но настаивать надо долго, примерно 2-3 недели. Периодически взбалтывайте бутылочку с маслом. Потом процедите и нагрейте на водяной ванне. Но это не значит, что до 60 градусов. Нет. Смотрите, чтобы это было 30-40 градусов. Это будет вполне нормально. Потом добавьте воск, когда нагреете. И томить смесь до его полного растворения. Воска я имею в виду. Пока воск не растворится. После остывания влить эфирное масло. Все тщательно смешайте. Хранить нужно в холодильнике и не дольше месяца. Хотя у меня были варианты, я и дольше хранила. Самый лучший вариант месяц-два. Поэтому много не делайте. Можете уменьшить дозу в 2 раза. И смазывать нужно трещины по 3 раза в день. Конечно же, курс не меньше месяца. Посмотрите, какие у вас станут ручки или датчики. Или ножки. Какие же они потешные. Как они классно купаются. Тщательно. Пёрышки свои. Такое умиротворение. Сегодня не море, а сказка. И, дорогие мои, обязательно делайте ванночки. Как делать ванночку? Да очень просто. Смешать 1 столовую ложку измельченных сухих листьев мяты, эвкалипта и литвы. Залить 300 мл холодной воды. Довести до кипения. Томить на малом огне 10 минут. Процедить и делать ванночки перед сном. Обязательно. Рано заживляющее и успокаивающее. Мой любимый вышел. Ну, а следующий рецепт хочу вам дать. Что это за рецепт? Это компресс. Такой простой компресс. Сварить овсяную кашу на воде. После остывания до тёплой. Погрузить в неё руки. И держать, пока каша не остынет полностью. И вот делать такие компрессы 2-3 раза в неделю. Это супер компресс. Туда можно даже добавить несколько капель оливкового масла и ложку мёда. Это вообще нечто потрясающее. Тогда это уже будет масочка. Смотрите. Бывает, что трещины образуются из-за проблем внутренних органов. Всегда-всегда проконсультируйтесь с доктором. Ну, с достойным, с хорошим доктором. Для меня нет ничего лучше народных средств и, конечно же, море, солёная вода и грязь. Морская, голубая и белая грязь. Ну, голубую грязь я беру на Лемурийском озере. А именно белую грязь я беру здесь на море. С огромным удовольствием делюсь со своими близкими и гостями. Всегда, всегда хожу, показываю, где. И каждый набирает столько, сколько душе угодно. И всё это, конечно же, бесплатно. Это же ведь Господь нам даёт. Посмотрите, сколько целебной воды. И ведь здесь все минералы, микро- и макроэлементы, все именно в том составе, в котором надо. У кого какие трещинки, у кого какие ранки, всё немедленно здесь вытягивается сначала, а потом заживает. И я не могу говорить за Одессу. Нет, 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 ни в коем случае. Я могу говорить только за Железный порт. Потому что именно здесь находится биосферный заповедник. Потому что именно здесь запрещены всякие построения, ну, в плане там завода какие-то, производства и прочее, прочее. Сюда ничего не сбрасывают, ничего не сливают. И даже канализация сюда не уходит. Чтоб вы знали, здесь на это запрет. Канализация на специальные машины, вывоз. И, насколько я узнала, специальное есть такое, как, типа, канализационное, что ли, озеро. Ну, то есть оно вообще отдельно и ограждено. Так же, как и мусор. Есть специальное место, где там уже утилизировано. В коем случае не море. Поэтому море необыкновенной чистоты. Ну, посмотрите. Мама, ничего не боятся. Ждут, ждут. Знают, что сейчас им что-то вкусненькое будет. Но я хочу, чтобы звук ветра и вот этот вот нежный шелест волн. Вот этот блеск волны, брызг, чтобы вы это прочувствовали. Это тоже своеобразное лечение. Мне иногда говорят, вы тихо говорите. Знаете, вот так вот, как могу, так говорю. Ну, а я люблю вас. Будь благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok